Доброго времени суток, YouTube! Я рассказываю, а у кого-то еще продолжается зимняя спячка. Сегодня мы поговорим о кистях Sigma. У меня не было опыта использования кистей Sigma, и вот несколько дней тому назад я получила посылку, и хочу с вами поделиться своими ощущениями, своими впечатлениями от использования этих кисточек. Я заказала всего три кисточки Sigma. Это для лица F80, вот такую вот F05 Small Contour для скульптурирования, вот такую E40 растушевочная, и в подарок я получила маленькую кисточку для подводки E05. Ну, давайте, наверное, начнем по порядку, и начну я вот с такой кисточки Flat Kabuki F80. Очень мягкая, синтетическая, плотно набитая, хорошо распределяет продукт по лицу. Мне понравилось, как она наносит тональный крем, мне понравилось, что эта кисть не впитывает большое количество средства, и, в принципе, для лица то, что она наносит, этого вполне-вполне достаточно. Сравнивая эту кисточку вот с такой кистью, которая Real Techniques Expert Face Brush, я могу сказать, что они чем-то похожи. По своему эффекту, который они производят на лице, что-то в этих кистях есть общее, хотя они, конечно, совершенно разные, это более плоская, но они одинаковые примерно по мягкости. Единственное, что мне не очень понравилось в Sigma, это то, что она тяжелая. Кисть реально тяжелая. Вот эта намного легче, хотя они примерно, вот видите, одинаковые по размеру. Но, видимо, вот этот вот металлический держатель для ворсинок, ну уж очень-очень он тяжелый. И когда на лице наносишь, прямо чувствуется тяжесть в руке. Сравнивая эту же кисточку с маковской дуофиброй, у меня, правда, небольшая дуофибра, маленькая, конечно же, я предпочту Sigma. Дуофибра мне откровенно не нравится. Я сначала грешила на тональный крем, что она наносит как-то полосками, плохо растушевывает. Но теперь я понимаю, что этой кисточкой я точно пользоваться не буду в качестве нанесения основы. Скорее всего, буду ее использовать для чего-то другого. Может быть, для румян, или для контура, или для консилера. В принципе, она достаточно маленькая, да, то есть, если вот сравнивать. Думаю, что, может быть, я немножечко прогадала. Нужно было заказывать круглую каблуки. Как-то мне вот этот вот узкий краешек, вот здесь вот, он мне не очень понравился. Но кисть ведет себя очень хорошо, лучше, чем хорошо. И, конечно же, если я, например, пользовалась и забыла помыть вот эту кисть, то я всегда смогу теперь воспользоваться вот такой. Следующая кисточка – это вот такая Small Contour. Брала я ее именно для бронзера, для нанесения, для скульптурирования лица. Но могу сказать, что я ее попробовала, и мне не совсем понравился эффект. Она хорошо растушевывает, в принципе, но первое нанесение, сами первые штрихи, мне кажется, они очень грубоватые. Посмотрев видео Вики, Ковка The Cat, я все-таки пришла к выводу, что я буду пользоваться для скульптурирования лица вот такой, веерной, более тонкой кистью, более пушистой, что ли, не такой плотно набитой. Да, это маковская подделка, и, честно скажу, это натуральная кисть. Я ей очень-очень довольна. Вот этой я довольна менее, если сравнивать. Но, с другой стороны, она очень маленькая, то есть у нее очень маленькое сечение. И, в принципе, ей можно будет растушевывать то, что... Хотя вот этой очень трудно напортачить, вот честно скажу. Она идеально прорисовывает скулу, она идеально растушевывает, и я ей очень довольна. Хотя она... Она не такая мягкая, как вот эта. То есть это по сравнению с... Сигмой пожестче гораздо. Но в этом плане, я думаю, использовать эту кисть не для нанесения бронзера, а, скорее всего, для нанесения хайлайтера. Я так думаю, что это будет вообще очень даже удобно, чтобы подчеркивать скулы. Сейчас у меня хайлайтера нет на лице, но я думаю, что она идеально подойдет для этого. То есть вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот я прошу прощения, я смотрю в монитор, чтобы себя контролировать, то, что я вам показываю. Но я так полагаю, что вот это вот будет для хайлайтера у меня использоваться. Но она грубее, штрихи ложатся грубее. И как бы я не стряхивала бронзер о баночку, все равно она рисует сразу очень ярко. Это рисует кисть более деликатно и есть меньше шансов переборщить. Следующая кисточка, которую я заказала, вот такая. Я так понимаю, что это аналог Мака 224. У меня нет ни одной вот такой широкой, пушистой кисти для растушевки. У меня есть Маковская, Е217 Маковская кисточка. И я пользовалась ей. Она немножко плоская, то есть она тут в сечении более такая плоская, ей удобно наносить именно в складку. Вот это я попробовала растушевывать. Слушайте, это, конечно, супер. Мне нравится, что она достаточно упругая, не колючая. Единственный минус лезет. Как-то вот она лезет. Я ее помыла и вот сейчас даже вот провожу по руке, а у меня на руке остаются маленькие ворсиночки. Но я думаю, что это временное явление. Я не думаю, что она будет у меня уж прям так лезть. Мне такая кисточка нужна. У меня нет ни одной, именно вот такой длинненькой Маковской. Я еще только планировала купить, но с этой получилось очень удачно. Мне пришло письмо от Сигмы, что только один день бесплатная доставка. Именно за доставку не надо платить. А доставка все-таки сюда, в Россию, на Дальний Восток, выходит у меня примерно 30-35-40 долларов. И представьте себе, потратить на кисточки где-то 40-45 долларов и столько же заплатить за доставку. То есть кисточки, ну, золотые буквально выходят. Получив это письмо, я поняла, что по нашему времени я уже не успеваю на скидку на эту, да, то есть на бесплатную доставку. Но так как в Сигме считали по, по-моему, по Гринвичу, у меня оставалось еще буквально два часа до истечения этого срока. И вот представляете, за два часа я сделала заказ, я выбрала кисти и действительно получила бесплатную доставку первым классом. Отправление первого класса. Я-то, конечно, довольна, это безобразие. В подарок мне пришла вот такая вот прелесть розовенькая. Я ее еще не пробовала, честно скажу, но мне понравилось, что она упругая и кончик у нее очень-очень остренький. По идее, она как подводка должна хорошо рисовать. Я привыкла к скошенным кистям, к тонким скошенным кистям для подводки. Мне кажется, что они практически сами рисуют. Ее прислонил, провел чуть-чуть линию и все, уже готова. Стрелочка аккуратненькая, красивая. Такой я еще не пробовала делать подводку. Все-таки она, мне кажется, очень широкой. То есть, в основании, в своем, какая-то она вот, смотрите, мне кажется, что она какая-то вот широкая очень. Но, если вот так смотреть, вроде как узенькая получается. В общем и целом, если брать, если подводить итог, кисти Sigma мне понравились. я думаю, что это хорошая альтернатива кистям MAC, просто хотя бы из-за того, что они дешевле стоят. И мне кажется, что их легче приобрести. То есть, если MAC у нас продается в магазинах, а у нас до этого года даже магазина MAC во Владивостоке не было, мне кажется, что это была бы отличная альтернатива именно для приобретения хороших кистей для макияжа. Всем большое спасибо за внимание. Всего вам самого доброго. Пока!